добрый вечер дорогие друзья у нас сегодня вторая наша встреча в этом формате и 2 лекция которую бы я назвал имя и вещь в поэзии знаете тема это очень хрупкая или говорить о ней надо излучайно аккуратно и вероятно также аккуратно слушать я постараюсь об этих тонких и не всегда удобных вещах для формулирования сегодня поговорить так чтобы это помимо слов еще что-то присутствовало бы потому что наш с вами задача сегодня понять в каких отношениях находится ими и вещь мы знаем например что большую часть цивилизационного процесса культурного процесса считалось что имя и вещь находится в некоторых таинственных отношениях что они соприсутствуют ну вот где-то во второй половине двадцатого века философия не вся частично французская философия американская философия подходят приходит к заключению что имя и вещь разлучены и имя и вещь взаимно отталкивают друг друга больше того само присутствие имени как бы сигнификат того что вещи нет сигнал того что вещи нет и вы довольствуетесь именем этой вещи под именем я здесь понимаю довольно таки широкое представление как и и имя собственное но чаще всего это имя какой-то вещи там допустим книга окно человек дерево это все имена и вот когда по утверждению новейшей философии когда я говорю что слово окно или женщина из этого следует что окна и женщины здесь нет а есть только слово ну другими словами можно сказать что означаемые означающие разделились означаемое совсем не обязательно что она присутствует при означающим вот смотрите как один из философов описывает такую ситуацию такую позицию имени и вещи это морис бланшо один из самых интересных философов двадцатого века из вот этого вот направления постмодернистского безусловно пишет морис бланшо моя речь никого не убивает и однако когда я говорю эта женщина реальная смерть объявлена и уже присутствует моей речи моя речь подразумевает что эта женщина находящаяся здесь сейчас может быть разлучена сама собой отделена от собственного существования и присутствия и погружена вне существования и не присутствие моя речь по существу представляет такую разрушительную возможность в каждый момент она содержит явный намек на подобное событие моя речь никого не убивает но если бы эта женщина не было на самом деле способна умереть если бы в каждое мгновение жизни ей не угрожала смерть с которой она связана с сущностной связью я не могу производить такую идеальную негацию это отложенное убийство которым является моя речь то есть моя речь этом отложенные убийства и дальше самое главное поэтому будет вполне справедливо утверждать что когда я говорю через меня говорит смерть мои слова как бы предупреждают что в этот самый миг смерть допускается в мир и внезапно возникает между мной и существом к которым я обращаюсь то есть здесь речь идет о речи как о носителе смерти то есть произнесенное имя эта женщина свидетельствует о том что этой женщины здесь нет и что она смертна ну примерно также описывал работу фотографии бард ролан бард он тоже говорил что фотография это всегда присутствие смерти и поэтому туземцы очень боятся когда на них наводит фотоаппарат объектив они стремятся туда не попадать и так далее то есть имя существует отдельно и она является сигналом о том что речь идет о некой вещи который сейчас нет и с которой это имя в общем то не связано она только может отослать вас в памяти к этой вещи и что имя и вещь существует раздельно таких смертоносных отношениях по бланшо но знаете возникает вопрос а кто взял и разделил имя и вещь которые были соединены и это было зафиксировано еще аристотелем который сказал что что имя продолжение вещи имя продолжение вещи ну с одной стороны если с точки зрения материализма взглянуть то мы увидим что действительно допустим слово ростов на дону я называю этот город я его произношу здесь но здесь со мной его нет ростова на дону он где-то очень далеко и мне до него не дотянуться но значит ли это что вещь и слова разорваны что означаемое оторвано от означающего знаете это весьма спорно потому что на самом деле если такое утверждение делать то придется оставаться где-то на уровне во первых концепта во вторых на уровне материализма который говорит ну ростов-дон город это одно а имя это другое и когда ты говоришь город ростов-дон его здесь рядом с тобой нет что я могу на это возразить ну что-то наглядное я могу возразить например существуют элементарные частицы с очень интересными свойствами которые тоже в двадцатом веке открыли ученые оказывается элементарные частицы одна и другая разделенные невероятными расстояниями сотнями световых лет они ведут себя абсолютно синхронно как будто они находятся рядом как будто они танцуют танец маленьких лебедей но этот танец построен на том что четыре балерины друг друга чувствуют и друг с другом ведут себя синхронно ведут свои движения синхронно друг по отношению к другу они видят друг друга и чувствуют друг друга но каким образом элементарным частицам удаленным на такие чудовищные расстояния удается вести себя абсолютно синхронно ответа на это нет но это факт что одна частица может другую чувствовать за миллионы за миллиарды за миллиарды миллиардов километров то есть существует некоторые связи которые нам объяснить очень трудно и говорить что одна частица на находится на таком расстоянии что она отрезана другой частицы было бы противоречило бы опытом научным опытом один ученый высказал такую точку зрения что это одна и та частица подобно тому как мы смотрим в аквариум и в зависимости от той точки где мы находимся во взгляде на аквариум мы будем видеть одну рыбку справа от аквариума другую рыбку сверху аквариума а третью рыбку сбоку аквариума из-за эффекта преломления воды и все три рыбки держится абсолютно синхронно но тогда тем более когда тем более если это одна и та же рыбка имя вещь то она всегда будет двигаться синхронно имя всегда будет связано с вещью или еще один пример кто из вас помнит я я не помню в какой повести сент-эк-жапери описан этот эта ситуация но она меня в свое время когда еще был маленьким мальчиком чрезвычайно поразило там описан небольшой небольшое озерцо источник где-то в пещере по моему среди пустыни и у этого озерца есть ритм она то уходит в глубину то наоборот поднимается это где-то в центре пустыни за тысячи километров от ближайших каких-то водных масс и вот сент-экзюпери ну вернее говоря автор который от которой от лица которого идет повествование он вдруг сопоставляет времена приливов и отливов мирового океана до которого там больше тысячи километров и понимает что пульсация этого источника совпадает с движением с прием и отливом мирового океана и вот такая зависимость такая неразрывность как мне кажется ее имел ввиду аристотель когда говорил что имя это продолжение вещи мы знаем что имя это не что-то такое что можно чем можно назвать человека так или иначе или вещь так или иначе от этого ничего не изменится флоренский писал 2 2 замечания у него чрезвычайно интересные во первых он пишет что имя кудесника вещина что это значит что в самом имени заключена вечность в каком-то формате которая переходит в саму вещь вот эта вещь насть она заключена внутри имени и второе что пишет флоренский у него есть целая книжечка работа большая об именах имена называется эта книжка и там он совершенно серьезно и при глубоком привлечении при обширном привлечении документации доказывает что от того как назвали человека будет во многом зависеть его судьба это флоренский это человек который совершенно магию в том смысле в котором ее понимают самого начала люди которые колдуют он ее не принимает то есть он подходит совсем с другой стороны он говорит о том что такая прозрачная субстанция как имя такая почти неосязаемая легкая почти не вещественные субстанции как имя способна влиять и очень сильно на судьбу человека именем которого которого назвали именно этим имени больше того он обращает внимание на то что если монах постригается и меняется имя это свидетельствует о том что судьба его изменяется из судьба его действительно изменяется и мы знаем очень много историй в мире культуры в мире мире культуры в основном когда человек берет псевдоним или меня это имя как по моему ринга старт например в этой знаменитой компании битлз поменял имя и сразу его дела пошли в гору то есть имя на самом деле очень здорово влияет на вещь не вещь влияет на имя не так что мы смотрим на вещь какой-то значок прикрепляем и говорим вот теперь ты будешь называться так нет а совершенно обратный ход противоположный ход имя влияет на вещь мы выбираем имя и она обладает настолько живым потенциалом в связи с вещью что начинает формировать эту вещь заново вот это вот чрезвычайно интересно и когда аристотель говорит что имя это продолжение вещи то мы можем себе представить что вещь если пойти в другую сторону будет продолжением имени почему я объясню то есть вещь до какой-то степени происходит от имени и знаете если мы вспомним историю именования как она изложена в библии то мы увидим следующее там господь проводит перед адамом животных и предлагает ему назвать их имена на наречь им имена казалось бы господь когда создавал этих животных он уже нарек им имена но он хочет чтобы эту процедуру произвел адам назвал этих животных и вот сергий булгаков в своей книге на мой взгляд гениальный который называется философия имени он так описывает эту ситуацию что адам не называл произвольно имена как например там можно взять и назвать одну из партий кпсс или еще какую-то аббревиатуру придумать некий значок что дать произвольное имя это имя убить что имя надо сначала услышать что адам прежде чем на речь имя ну скажем лошади он стоит и смотрит и прислушивается к этой лошади пытаясь услышать ее суть ее смысл и и глубочайшую природу пытается услышать и увидеть ее так как ее слышит и видит бог творец и ему это удается и вот когда он подслушивает эту глубочайшую природу имя а имя и природа на востоке одно и то же узнать имя человека это узнать его природу это узнать суть самого человека и только тогда когда адам пристигает суть лошади он говорит это ложь то есть он не назначает произвольные имена знаки ярлыки ничего подобного он сначала подслушивает суть вещи живой вещи да в широком смысле этого слова лошади и подслушав только услышав это ее тайное имя он его воспроизводит и вот такие имена судьбоносные такие имена это честные имена и такие имена действуют при помощи слова логоса поэтому те вещи на которые мы смотрим и машинально произносим их имена мы их не видим и эти имена мы не слышим кто-то когда-то увидел эти вещи которые нас окружают назвал дерево деревом назвал женщину женщины назвал озеро озером рыбу рыбы но когда мы вскользь смотрим на озеро вскользь произносим слово озеро мы не имени не понимаем ни самого озера потому что суть и имя не раздельны я хочу рассказать одну историю где-то дней десять назад я поехал ботанический сад и я вошел туда на территорию этого сада и вы знаете тогда только-только первые самые деревья расцветали и и около входа свел такой толстый ствол на котором с толстыми ветками на которых еще не было ни листиков ничего но были невероятной нежности по цвету лепестки розово-белые это было настолько красиво что люди не могли пройти мимо они останавливались и спрашивали а что это за дерево им говорили абрикос они доставали телефон делали от одного до пяти фотографий и шли дальше уверяю вас никто из этих людей не увидел как цветет абрикос никто из этих людей не услышал слова абрикос это было все воспринято как цветок некий знак абрикос некий знак здесь не было сочетание слова и вещь здесь не пересеклись то мне эсэмэски приходят я прошу прощения по моему вы даже напугались что делать я не знаю что с этой техникой в таком случае делать так вот я остановился на середине этого рассказа и когда я это понял что сфотографировав цветущую ветвь и сказав произнеся слова абрикос человек ничего не приобретает хорошего я подумал что ну надо бы что-то с другого конца зайти и тогда я отошел немножко в сторону и стал смотреть на это цветущее дерево на цветущее абрикос у меня уже был это такой опыт я знал что сейчас буду я стоял просто молчал и просто на него смотрел я стоял минут пять или шесть до тех пор пока он не посмотрел на меня вот понимаете вальтер беньямин своей работе об ауре ну работа не совсем ауре посвящена но там большой кусок есть и он определяет что такое аура вещи а аура вещи когда вещь на тебя смотрит пишет беньямин когда не только ты смотришь на вещь но и она на тебя смотрит и в этот момент она делается тебе родной и в этот момент она делается твоей частью и в этот момент видишь эту вещь и ты понимаешь имя этой вещи сути ты вот это правильное отношение между вещью и имени это одно и то же то есть я бы писал это имя вещь через дефис имя вещь возникает тогда когда вещь начинает на нас смотреть поэт который говорит цветет абрикос но не пережил той точки когда цветущий абрикос на него посмотрел он пользуется цитатами он пользуется чужой речью он не пользуется теми возможностями слова логоса которые ему предоставлен это очень важная вещь то есть чтобы узнать имя любой вещи мне надо его подслушать как я подслушал имя цветущего абрикос поэтому знаете мы какое-то время очень активно с алексеем парщиком общались и он уезжал тогда в германию я говорю ну скажи мне что-нибудь на дорожку и он сказал учись видеть и я думаю что он во многом имел в виду вот такое видение не наружное не внешнее не мимолетное не на бегу а видеть суть вещи в тот момент до того момента когда вещь на тебя посмотрит и неважно кто это может быть человек что реже потому что мы друг друга стесняемся это может быть кошка это может быть книга не обязательно какая-то старинная это может быть обыкновенная вокзальная салфетка я по-моему на прошлом занятии рассказывала вокзальные салфетки какие чудеса с ней однажды произошли и со мной когда я ехал в крым поезде то есть к чему я сейчас собственно говоря вас подвожу что у любой вещи есть внешние и есть внутренние и для того чтобы мы поняли о чем идет разговор когда мы говорим о глубине вещи и о внешнем вещи я хочу прочитать одну дзен буддийскую притчу в изложении селинджера для чего я это читаю повторяю для того чтобы вы мы поняли о чем идет речь когда мы говорим о внутреннем и внешне потому что внутреннее и внешнее бывает не только скажем у дома не только у юрты не только у шляпы внутреннее и внешне бывает у любой вещи и любого имени больше того внутреннее и внешнее из них состоит человек большинство людей делают акцент на внешнем большинство людей очень мало знают о том что происходит у них внутри а между прочим между тем внутри происходит все самое главное включая вдохновение живую музу включая ангелов и бога это все внутри вы никогда не встретите бога в лице какого-то персонажа но вы всегда его почувствуете в глубине глубины вашего сердца если только будете настойчиво и вот смотрите значит внешне и внутренне в ту ночь при свете фонарика симур прочитал фране свой любимый рассказ то была даоская легенда и до сих пор фране клянется будто помнит как симур ей читал князь му повелитель чина сказал полу ты обременен годами может ли кто не не будь из твоей семьи служить мне и выбирать лошадей вместо тебя полу отвечал хорошую лошадь можно узнать по ее виду и движение но несравненный с каком тот что не касается праха и не оставляет следа это нечто таинственное и неуловимое не осязаемая как утренний туман таланты моих сыновей не достигают высшей ступени они могут отличить хорошую лошадь посмотрев на нее но узнать несравненного скакуна они не могут однако есть у меня друг по имени чу фан кау торговец хворостом и овощами он не хуже меня знает толку лошадях призови его к себе князь так и сделал вскоре он послал чу фан кау на поиски коня спустя три месяца тот вернулся и доложил что лошадь найдена она теперь в шахью добавил он а какая это ложка спросил князь гнидая кобыла был ответ но когда послали за лошадью оказалось что это черный как ворон жеребец князь неудовольствии вызвал себе полон друг твой которому я поручил найти коня совсем осрамился он не в силах отличить жеребца от кобылы что он понимает в лошадях даже если масть назвать не сумел полу вздохнул с глубоким облегчением неужели он и вправду достиг этого воскликнул он тогда он стоит десяти тысяч таких как я я не осмеливаю сравнить себя с ним ибо као проникает в строение духа постигая сущность он забывает несущественные черты прозревая внутренние достоинства он теряет представление о внешнем он умеет видеть то что нужно видеть и не замечать ненужного он смотрит туда куда следует смотреть и пренебрегает тем на что смотреть не стоит мудрость као столь велика что он мог бы судить и о более важных вещах чем достоинство лошадей и когда привели коня оказалось что он поистине не имеет себе равных вот смотрите в этом замечательном пересказе даосской легенды речь идет о том что самое главное то что внутри внутри самое главное это строение духа самое главное то что не взять в руки не пощупать и настоящий мудрец и я бы сказал что настоящий поэт поэт бытия или поэт дао он идет внутрь природы вещи и чует чувствует там ее истинное имя ее истинную суть как мы сказали имя и суть на востоке это одно и то же на западе на это произошло расщепление но над древнего в древнем востоке это было одно и то же имя и суть вещи они как бы писались через дефис как я предлагаю это сделать и задача была у этого мудреца найти потрясающую лошадь который как тут написано не оставляет праха и мчится с такой скоростью что никакая лошадь даже приблизиться к ней не может и для того чтобы найти такого скакуна мудрец смотрел суть природы настолько в суть природы что он даже не для него было неважно какого она цвета какой она масти даже было неважно какого она пола жеребец это или кобыла потому что поиски его были совсем в другом направлении они вели были направлены на на обнаружение совершенства и вот он обнаружил это совершенство все остальное было для него настолько неважно что не цвет коня не не цвет лошади его не интересовали и с точки зрения человека внешнего но он осрамился он даже спутал пол он спутал мост лошади он назвал это неправильно но с точки зрения сути он нашел то что искал он он нашел то что никто кроме него не нашел он нашел совершенство и как написано когда привели этого коня не было ему равных я обращаю ваше внимание снова на то что логос дает нам такую возможность когда мы общаемся с греческим логосом или русским словом логосом мы общаемся с очень глубокой вещью вещь повторяю я я употребляю в определенном смысле вещи может быть в этом смысле человек вещи может быть и дом вещи может быть женщина и еще может быть словом вот эта живая вещь слова логос обладает невероятной глубиной и очень многое в нашем стихотворении будет зависеть от того на чем я ставлю акцент оперируя теми или иными существительными прилагательными или глаголами если они мне нужны с точки зрения внешней я буду заботиться о масти но я никогда не найду несравненного скакуна я никогда не у не создавстве несравненного стихотворения я буду идти по поверхности я буду обращать внимание на масть на пол на ленточки в гриве на бубенчики в гриве на глину на ног буду смотреть на то какой и на ходе ведет это слово но я никогда не загляну туда куда заглядывал мандельштам туда куда заглядывал андрей белый туда куда заглядывал александр блок у них был доступ сути имен сути вещей и поэтому они видели природу несравненного скакуна дальше происходит да не 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 дальше а и до них и после них было много поэтов которые казалось бы брали высокие темы которые были возможно даже умней перечисленных мной поэтов но которые для которых слова было развернуто своей внешней стороной поэтому когда мы пишем она нам надо себя настраивать на такую частоту воспроизведения на такую частоту письма при котором я вижу слова до самых самых его основ до самого его источника до самого первоначального его той точки откуда это имя возникает до сон самого конца потому что слова не есть что-то внешне еще раз повторяю это слово выстроено внутрь себя и чем глубже внутрь себя но идет тем она фантастичнее выглядит и повторяю что такие люди как наши великие поэты русские ну начиная с пушкина наверно начиная с пушкина да ну наверное еще ломоносова и державина надо назвать тридиаковского не буду называть потому что при всей его гениальности у него несколько другие были задачи а вот дальше возникают люди которые пишут какие-то странные стихи вроде бы они ни о чем вроде бы нет высокой темы нет разработки характеров нет эффекта какие-нибудь вроде таких стихотворений как написал в начале алексей константинович толстой колокольчики мои цветики степные что глядите на меня темно-голубые что тут такое быть да ничего чепуха а ведь это великая русская стихотворение великие русские слова и я не знаю кто может стать рядом именно с этими простыми незатейливыми строками почему потому что он заглянул внутрь он не стал смотреть на то как выглядит в ней внешне эти слова как выглядит внешне эти фразы он интуитивно орган интуиции есть у каждого из нас особенно у писателя если у писателя нет интуиции на слово то он не может быть писателем а тем более поэтом поэтому все кто мы все мы кто пишет у нас этот орган интуитивный для того чтобы слово стало становилось для нас прозрачным существует просто надо применять его надо учиться смотреть на цветущее дерево или на те слова на ту строчку которую я сейчас пишу так чтобы она посмотрела на меня это происходит довольно таки быстро но для этого нужен настрой и для этого надо все-таки помнить что стихотворение это не слово ставить после слова как полу всерьез полу шутливо ахмадулина было ахмадулина сказала а это сочетать внутренние глубины слов помните когда мандельштам встречает ахматова вспоминает он встретил меня на улицу и говорил мне о внутреннем знакомстве слов он говорил о внутреннем и глубоком глубинном знакомстве и перекличке глубин слов вот что чрезвычайно важно я думаю что тоже самое знал те же самые секреты знал и александр блог несомненный когда он пишет зашептали шелка задремали ресницы ну с точки зрения логики никакой здесь логики нет как могут задремать ресницы а все вместе все вместе вся вместе эта строчка дает ощущение чудо в чистом виде невероятный сдвиг сознания происходит здесь причем казалось бы тоже не начал почему да потому что вот это внутреннее зрение и внутренний слух александра блока делала такие слова прозрачными и он мог сочетать глубины слов они поверхности слов когда когда мы сочетаем поверхности слов когда нам нужно было создать какую-то инструкцию или написать какой-то приказ или пересказать какую-то историю неважно там проза или стихами мы это делаем мы используем внешность слов логику их внешне но при этом чудо чаще всего не происходит я не знаю кто обладал таким даром чтобы инструкцию сделать великим поэтическим произведением хотя сейчас таких попыток очень много сейчас это называется актуальной поэзии называется авангардом и там есть невероятно удачные вещи а есть вещи совершенно провальный почему потому что акцент на актуальной поэзии стоит прежде всего ну надо сказать что не только на актуальной и на современной регулярной поэзии акцент тоже стоит на в основном на внешнем на эффекте этого слова этого стихотворения на внешнем эффекте а вот чтобы глубины слов перекликались как колокольчики на колокольне перекликаются друг с другом и создавали вот этот вот от баса до высоких звуков эту гармонию это мало кто умеет сейчас хотя внешне многие пытаются подражать мандельштаму или есенину или андрею белому мандельштаму больше всего почему-то но он-то изнутри это слышал а подражаются поверхности вот это вот глубинное зрение глубинный слух надо развивать и если хотя бы немножко здесь приложить усилий в эту сторону вы будете поражены сколько вам откроется вполне возможно что множество ваших читателей даже не увидят как вы изменились но кое-кто увидите и этот кое-кто будет самый лучший ваш слушатель самый лучший ваш читатель что я еще хочу сказать по поводу и имени и вещи что такое вещь вот допустим я говорю ну 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 что там цветок я произношу имя цветок и я смотрю на цветок вот у меня стоит цветок напротив тюльпан я говорю тюльпа если мы пойдем глубину с помощью физики то мы увидим что тюльпан это облако электронов облако атомов причем девяносто девять и девять десятых процентов этого облака составляет пустота то есть есть некое облако атомов и оно организуется как то что я вижу как этот красивый цветок подстраиваясь под мои рецепторы только благодаря тому что у этого облака атомов есть имя отбери ими облака атомов не будет никакого тюльпан имя структурирует тюльпан не мы называем готовую структуру тюльпан пока мы не назовем готовую структуру это это облако атомов словом тюльпан тюльпана не будет то есть имя реальнее той материи той пустоты из которой состоит вещь вот на это я хочу обратить ваше внимание что имя это невероятно могучая вещь это вещь которая своим смыслом облако атомов превращает цветок красного зеленого желтого цвета и мы им любуемся мы им любуемся благодаря имени причем имя здесь и внешнее и внутреннее есть некое внутреннее имя которая организует своим смыслом эти пляшущие микро частички таким образом что они воздействуя на наши рецепторы рисуют через них в нашем воображении и в нашем в нашей рецепции прекрасный цветок кто это делает это делает имя имя преображает пляшущие атомы подстраивая их под мое восприятие вот что такое имя имя это творящая субстанция имя это то чем можно заклинать и заклинают имя это то что может обновлять природу вещей когда поэт такого уровня как александр пушкин или баратынский или андрей белый начинают переназывать вещи вселенной они преображают вселенную они сдвигают ее в сторону новой гармонии они возрождают и они возрождают весь мир и задача поэта на мой взгляд это преображение вещей потому что у вещей есть некоторое у вещей и у имен есть некоторая энтропия и для того чтобы эта энтропия не уничтожила мир и не вергла его в хаос имена должны обновляться и где и когда это происходит это происходит прежде всего в поэтических произведениях и это происходит прежде всего за счет того что поэт слышит имена вещей и оперирует с глубиной имен они с поверхностью ими смотрите есть несколько способов письма мы знаем что есть слова логас мы знаем что если у вербу а то то о чем мы говорили на прошлой нашей встрече мы знаем что существует иероглиф гачев пишет что вербом имеется в виду английское слово английская речь он очень техничен он функционален он прекрасно себя зарекомендовал допустим в морском флоте до сих пор на яхтах все эти названия английский он прекрасно техническую свою сторону заинтересовал за за задействовал в компьютерной технике почти все названия всех частей компьютера и всех операций на английском это технические слова которые обладают очень развитой и точной функциональность это один край давайте возьмем иероглиф я веду иероглиф классический не такой не тот которым он стал сейчас там очень большие изменения произошли а иероглиф классический иероглиф как картинку там совсем другая модель отношения между читателем и читателем и знаком потому что например для того чтобы на китайском языке обозначить написать слово красный иероглиф иероглиф пишут такой что он содержит себе знак восхода солнца знак зрелая вишня знак ржавчины и вот само понятие красный начинает где-то существовать вживую между тремя этими картинками между багровой вишней между закатом солнца вишнево-багрово-красным между ржавчины которые тоже красного цвета мать и здесь все вживую происходит это не red вот red а он и есть red вот красный и все тут уже в русском языке слова красный ближе к иероглиф ближе к тому о чем мандельштам говорил что смысл слова витает над ним как душа над телом вот смотрите в красном чего только нет красный это и красивый здесь звучит где-то далеко прекрасный здесь идет кр-кр-кр звукопись такая мощная а свистящая а и вот это вот смысл этого слова он подвижен он не фиксирован это не red это красный может быть еще и красноватый может быть прекрасный и так далее может быть красивый все время идет становление все время идет колебания все время идет двойное движение движение внутрь слова и движение изнутри слова логос и иероглиф они происходят что значит происходит они во времени струятся они во времени претерпевают метаморфозу они во времени могут менять свои движения свои они играют смыслами во времени они все время меняются в народной речи и в политической речи вербом более статичен только поймите меня правильно когда я говорю что вербом более статичен я не говорю что он хуже но я говорю что у него есть тенденция застывать куда более сильная чем у логоса западным словом словом вербом написаны величайшие произведения причем в этих произведениях он вот эту свою тенденцию техническую и застывающие теряет он приближается к логоса и логос может приближаться к болтовне к поверхностному слову к техническому слову поэтому ничто не лучше другого но и у того и у другого слова есть немного отличные друг от друга возможности и я здесь не скажу ничего нового это вам скажет но любой лингвист да и просто любите что каждый язык устроен по-своему и у каждого языка есть какие-то достоинства и какие-то недостатки и вот что же происходит дальше дальше я бы говорил с вами о внутренней форме слова и это чрезвычайно интересно потому что слово внутри себя устроено как тот самый несравненный скакун оно идет от своей поверхности ко все более глубоким и глубоким областям и сферам если вспомнить что я говорил на прошлом году я рассказывал своем интервью я прошу прощения я рассказывал про лифт и рассказывал на разные духовные уровни на которые мы течение дня можем подняться или наоборот опуститься течение одного казалось бы дня потому что человек бесконечен бесконечен в глубину но на поверхности он все-таки конечен но глубину он бесконечен то же самое слово слово антропоморфно во многом антропоморфно подобно человеку и поэтому о внутренней форме говоря говорят совершенно разные философы первым кто у нас заговорил это был потемня и он приоткрыл эту тему которая оказалась необычайно глубокой и дальше внутренней форме говорили гумбольд о внутренней форме написал очень обширное исследование наш замечательный философ бибихин и вот бибихин подошел к тому представлению о внутренней форме которая для меня кажется наиболее приемлемым вот такая есть картинка это древо жизни его чертеж видно его это начиная сверху абсолютно божественная божественный этаж бытия само бытие дальше бытие начинает спускаться к более низким сферам это и идет здесь творение зигзагом я вам сейчас покажу высший кружочек это самая тончайшая самая глубина глубин всего всех вещей бытийная глубина глубин самый нижний кружочек мальхуд это наша земля все кружочки остальные начинают если идти вниз это духовные планеты собственно говоря на этом рисунке изображен путь данте от земли к богу вот он поднимался самый нижний кружок это земля вот она дальше идет луна дальше идет от венера то есть меркурий потом идут марс с венерой юпитер сатурн и так далее и в самом верху вот это вот присутствие присутствие божества вот это же самая схема вот она находится у нас внутри у каждой вещи внутри и мир творился вот такой творческой молнии сверху вниз с юпитера со сферы звезд до земли до самого нижнего кружочка то что я вам сейчас показал как ни странно находится внутри любого слова и путешествие внутри имени приводит нас к тому что мы отталкиваемся от самых поверхностных явных чувственных наглядных признаков слова если мы в него вслушиваемся вглядываемся ищем его глубину то мы путешествуем по всем этим сферам которые становятся все тоньше тоньше и они как данте поднимался по планетам с помощью любви биатричи с помощью взгляда биатричи с помощью взгляда мудрости и любви работал лифт данте он перемещался с планеты на планету потому что смотр на него смотрела биатрича любящим взглядом и все эти колоссальные расстояния он пролетал движимый этим взглядом и и вот в конце концов он поднимается туда где из немог высокий духа взлет но страсти волю мне уже мысли волю мне уже стремила как если дать как если колесу дать ровный ход любовь что движет солнце и светило он поднимается к неизреченному он поднимается к источнику жизни в как каждое слово в самом конце своей внутренней формы упираются в общую для всех жизнь вот почему слова животворят вот почему слова который видит поэт и видит дело слова которые делаются для него прозрачными обладают способностью животворить слово это не знак то есть она может быть знак но она не знаю слова не отделено от вещи потому что изменяя слово в лучшую сторону преображая слово мы преображаем вещь которую это слово именует вы понимаете что такое поэзия с одной стороны это какая-то ну развлекалочка и так оно и есть и быть угрюмо серьезным совсем не следует потому что многие поэты и дурака валяли и шутили и слава богу но пока не требует поэта к священной жертве аполлон да но потом что происходит происходит такие стихи мандель штама или андрея белого или из упомянутых сегодня ну может быть чтением одного из таких стихотворений я и закончу сейчас я знаю что я прочитаю тоже абсолютно простейшее стихотворение выхожу один я на дорогу сквозь туман кремнистый путь блестит ночь тихо пустыню в нем лет богу и звезда звездою говорит небесах торжественно и чудно спит земля в сиянье голубом что же мне так больно и так трудно ждуль чего жалею ли о чем уж не жду от жизни ничего и и не жаль мне прошлого ничуть я ищу свободы и покоя я хотел забыться и заснуть но не тем холодным сном могилы я обжелал навеки тарак заснуть чтоб в груди дремали жизни силы чтоб дыша вздымалась тихо грудь чтоб всю ночь весь день мой слух лелея про любовь мне сладкий голос пел надо мной чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел вы посмотрите как он работает в первом катрене какие там и какие там у какие там а это же уму непостижимо это человек смотрел самую глубину природы имен и сопоставлял их на глубочайшем уровне наверх они докатывались видео таких звуков и таких смыслов потрясающее стихотворение но вот у нас прошел час даже немножко больше я хотел сказать сегодня больше но вполне возможно что я мог бы начать следующую нашу встречу с того момента на котором я сегодня остановился и если вы хотите задавать какие-то вопросы то пожалуйста я готов настолько насколько я сумею я постараюсь ответить да я задавайте есть вопрос в первую очередь позвольте поговорить вас на михайлович замечательную лекцию и перейти к вопросу относительно той притчи скажем так перескажены пересказаны пересказанной селинджером который вы приводили в ходе лекции да о том что слуга никого там скажем так значительного значительной особой он рекомендует своего коллегу дан который там разбирается в лошадях и так далее и так далее для того чтобы значит он выбрал лошадь и вот этот человек выбирает лошадь и говорит значит указывает там насколько я понял указывает на мерина да а это оказывается там кобыла ну либо наоборот сути дела не менять и значит этот там раджа или как лучше выразиться в общем приходит к своему старому доброму слуге и говорит слушай кого-то мне мол посоветовал он меряно кобылой называет и значит и и вы говорите что вот мол слуга этот старый он оба о боге там олимпа значит это человек там он стоит 10 тысяч таких таких как я он значит дошел до до сути вещей он значит там то еще и пятое десятое и у меня тоже в голове совершенно ну как бы сказать непроизвольно что и возникает мысль он же шарлатан и проходимец с которым мы вступили в общем за два дня до этого в преступный сговор понимаете что пытались сказать не подумайте что я там с позиции какой-то там черте знает какой сейчас я совершенно поддерживаю ну скажем так вашу теорию но меня этот вопрос просто мучает самого весьма сильно и поэтому я решил адресовать вам извините за это столь затянувшегося преамбула суть вопроса такого как отличить блока от и мандельштама от чумака и кашпировского как отличить человека который говорит о глубинной связи вещей да и не по связи всего совсем да как говорит блок как мандельштам от телевизионного парапсихолога конца 90-х вопрос такой ну насколько я понимаю вы отличите кашпировского от блока формально я делаете извините я плохо расслышу расскажите как вы это делаете как вы отличаете кашпировского от блока по каким принципам ну я же говорю формально да то есть я вижу там анатолий кашпировский я уже не помню да там его лицо его его имя его фамилию да я вижу александр александрович блок там его лицо его фамилия так вот я отвечаю суть вопроса суть вопроса в том что как сказать как отличить вот поэта скажем без имен да без имен будем обходиться как отличить поэта пути как отличить поэта который апеллирует глубокими струнами глубокими понятиями внутренностями каких-то вещей или слов которые я совершенно полностью согласен вещь от слов отделять не имеет совершенно никакого смысла никакого значения как отличить поэта пути поэта до выражаетесь от собственно говоря шарлатан проходимся потому как ведь то есть актуальность этого вопроса поддерживается тем что огромное количество людей ну скажем так причастных к литературе причастных поэзии особенно если говорить о начале двадцатого века были скажем так шарлатанами от проходимцами от поэзии и меня всегда интересовал вопрос как как отличить ну знаете мне кажется здесь надо начать себя надо просто больше читать и развивать в себе вот эту вот рецепцию на подлинность рецепцию на бесконечное присутствие в конечных вещах скажу проще ну например если я пойду покупать себе автомобиль поддержанный да я не отличу плохой который на набегал там бог знает сколько его под лакировали и вот он сейчас выглядит хорошо через три месяца он развалится я не увижу это это опасность но если я пойду с человеком который этим занимается и который этим занимается долго он сам эти автомобили скажем ремонтирует для продажи и так далее он очень быстро отличить новый автомобиль хороший автомобиль до от того который развалится почему он это сможет сделать ну что у него есть опыт потому что он знает как устроен автомобиль и он его чувствует каким-то седьмым чувством еще и для того чтобы научиться отличать настоящие глубокие стихотворения от поделок от упражнений просто в стихописании нужно много читать рассуждать и читать не так как мы с вами читаем с по диагонали экрана много-много стихотворений а знаете вот такую задачу о которой все которые вы сейчас формулировали себе поставил эзера паунд у него была задача такая выявить в мировой поэзии все существенное что делает стихотворение прекрасно и отличить и отбросить все все поделки которые эти стихи прекрасными не делают которые являются имитацией и он прежде всего поехал в италию вернее на юг франции в прованс он копался библиотеках он читал старые тексты трубадуров он изучал эту культуру понимаете все что мы сейчас говорим это живое это не тексты это живое это не значки на бумаге это живая культура который в нас есть она в нас уже встроена мы должны ее поднять в себе и только вот таким постоянным общением с самыми лучшими экземплярами мировой поэзии мы можем натренировать свой свое ухо и свое слово свое свое ухо и свое поэтическое чутье только так я бы пошел по таким путем знаете я в свое время пошел следующим путем это давно было у нас тогда впервые опубликовали томаса стернса эллиота и я когда его читал я понял что это очень достойный глубокий человек со вкусом я стал обращать внимание на комментарии к его стихам и читать его статьи кого он рекомендует и я пошел 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 по цепочке я тогда прочитал всего шекспира потому что он шекспира очень много обращал внимание по поэтов елизаветинцев поэтов английских метафизиков джона донна и вот этот круг стал расширяться понимаете это как обрести вкус чтобы отличить хорошее от плохого это формирование своей личности это формирование своей поэтической личности надо зацепиться за какого-то поэта который вам очень нравится и посмотреть что он любил но какой-то серьезный поэт допустим рилькина например рассмотреть его окружение и когда вы будете это все читать и сравнивать не зависимо от того чувствуете вы это или нет в вас будет формироваться вкус и в вас будет формироваться поэтическое зрение и вам уже халтуру больше не в паре есть некая есть будем надеяться некоторая последняя тайна которую настоящие поэты друг другу передают без слов но к ней надо пробраться вот есть содружество настоящих поэтов и не важно это какой-то величайший поэт вроде гетта или может быть это кольцо они вот друг другу передают и они говорят вот это вот это и у вас вот это появится вам передадут они обязательно это очень очень на это надеюсь большое большое спасибо за ответ единственное маленький комментарий все-таки звучит все это совершенно замечательно спору нет и все надеюсь так и работает единственное что показалось что стихотворение это не автомобиль конечно конечно я такое сравнение грубое привел но без практики вы это не обращать не не найдете действует ну и во-вторых соответственно здесь даже не момент того что взять как он там серьезного поэта какой-нибудь серьезный поэт это это тот поэт которого какое угодно количество людей назвалось серьезный поэт я думаю что вы понимаете естественно на секунду представить что все это просто висит в космосе и отбросит там какие-то в общем скажем так ну в общем привычные там законы гравитации то все равно оказывается что как бы парадокс который я пытаюсь описать это вроде как парадокса познания как такового то есть наш мозг является и объектом и субъектом познания и в этом же смысле поэтический слух да о котором вы говорите который нужно развивать он ведь точно так же является и объектом и субъектом да то есть он развивает сам себя как бы сказать вися в неком неком космос и и когда ему опереться совершенно нечего то есть он вот как у работа питается собственным хвостом вот этот вот динамический скажем так момент потому как дело в том что я расстрою меня этот вопрос больше всего и полную с точки зрения я работаю сейчас занимаясь ну скажем так академически современный последних десятков лет и в этом контексте это даже не бриковская там как отличить хорошие стихи от плохих хороших стихах запоминаются хорошие строчки плохих плохими и это все равно не ответ на вопрос как отличить хороших от плохих тот же вопрос который возникает очевидно уже сколько существует поэзия в последних десятилетиях я думаю вы понимаете по очевидным причинам этот вопрос обостряется до невозможно да да вы знаете для меня чрезвычайно важно когда я читаю стихотворение если в нем выход за сумму форм под формой я подразумеваю все что имеет форму скажем так что не имеет формы форма не имеет тишина это единственное что на земле не имеет форму среди мира который нам открыт но также форма также формы не имеет бытие и и вот последнее время для меня очень важно будь то кинофильм и стихотворение разговор с человеком прорастает ли стихотворение своими корнями в бытие вот тот рисунок который я вам показывал это каббалистическое древо сифирот у него у этого древа корни идут в небо к верх ногами она растет из неба и вот я задаю себе вопрос это стихотворение растет из внеформенного у бытия нет форм вот и если я чувствую что как шекспир растет из внеформенного и вызывает у меня катарсис . катарсис когда лир даст им говорит удавили мою девочку как собаку вот в этот момент все куда-то улетела у меня когда первый раз читал не стало верха низа не стало мужчин и женщины вот вот это было соприкосновением с невозможным с катарсическим соприкосновением с бытием с тем у кого у чего нет ни начало ни конца то что является живой пустотой и все содержит на себе весь мир форм покоится на бытие когда я говорю о внешнем восприятии я говорю о восприятии вещей не покоящихся на бытие и вот это вот сигнал соединение стихотворение с ощущением бытия или нет он приходит безошибочно потому что я могу читать стихи сделанные виртуозно не буду сейчас называть авангардных ребят и ребят из актуальной поэзии так называемой и там техника блестящие я спрашиваю себя есть выход в бытие в глубину глубин и чаще всего нет и я смотрю на это как на мир форм организованные достал они больше вот и не хотят им важно организовать поиск новых смыслов организовать так как никто еще не организовывал хотя все все всему этому направлению она же очень давние конечно я повторяю есть большие удачи и в актуальной поэзии и начиная с ополинера допустим когда он там просто записывал разговоры которые в кафе звучали просто брал и записывал оставлял их стихотворение но самое главное что у полинера был проход в бытие вот у него был при всем том что он у него совершенно авангардная подача у хлебникова авангардная подача у него есть проход в бытие а когда я читаю такие сухие интеллектуальные стихи это может быть сделано блестяще но если там нет выхода в то о чем я говорю мне эти стихи уже не интересны они мне были интересны в 15 лет 16 но это все таки проклятые вопросы разумеется для этого можно все создать и осуждать до бесконечности уже вспоминается Одановское как его эссе письмо которое он заканчивает поэзия не волшебство и когда он дальше развивает мысль о том что катарских призывают церковные церемонии прямой катарский непосредственно церковные церемонии опосредованные бои быков плохие фигмы там что он еще привел тур слет и молодежи когда 10 тысяч девушек собираются в виде национального флага есть совершенно иной подход и с этим всем разобраться очень сложно я совершенно согласен выход в бытие это все катарские все это поэзия как мы ее привыкли понимать как мы ее привыкли ощущать опять-таки вопрос где этот выход находится как где без ответа мало того существует в вашем центре поэзия это не волшебство это не магия это не катарский совершенно люди которые к этому относятся знаете мне кажется нам с вами надо иногда отказываться от слов и ответы приходят без слов любое слово концептуально если мы пытаемся что-то формулировать и поэтому иоден мне кажется дурака валял очень часто потому что самое главное он выговорить не мог и большинство наших дорогих золотых мудрецов великих поэтов тоже дурак дурака валяли довольно таки часто потому что самое глубинное ведь смотрите когда стихотворение начинает работать когда вы его прочитали слова отзвучали все они не звучат и вот оно целиком теперь находится с вами и находится в тишине вне слов вот тут начинает пробиваться правда но это долгий очень разговор я рад что мы с вами в него вступили потому что мне кажется такие разговоры продуктивные если только не останавливаться на формулах и на сказанных словах а все таки идти смотреть за них за слова и смотреть в глубину своей природы потому что там есть и ответы просто туда надо добираться с помощью медитации с помощью медленного чтения с помощью ну употреблю эти слова с помощью духовного роста согласен большое спасибо наш с вами разговор мне напомнил небезызвестную статью о дилетантизме специализме в науке я когда ее прочитал я помню очень хорошее ощущение я сказал что я вот по Александру Герцину спрашивал не хочу быть дилетантом не хочу узнать не хочу знать ничто об этом и не хочу быть специалистом не хочу узнать все ни о чем что надо быть хорошим ученым я тоже понял что Герцин бы мне ответил полюбить живую душу в науке или вот что-нибудь в таком ну я бы наделать то что и непонятно ну в общем большинство куда за это все делать практиковать свое дело писать стихи писать эссе читать другие стихи говорить как мы с вами сейчас это все те условия при которых наш вкус и наше поэтическое чутье созревает будем надеяться еще раз большое спасибо спасибо вам можно еще задать вопрос если время позволяет да конечно спасибо большое мы говорили о внутренней форме я помню концепцию Маслова и хотела бы спросить внутренняя форма она ли не является мотивировкой скорее внешней чем внутренней как обоснованием звукового облика слова потому что для меня восприятие внутренняя форма она скорее реферирует к тому как человек внешне понимает внутреннюю форму как народная этимология да ну причем это не это не Маслов это потемня да и потемня соответственно внутренней метафора которая заключена там допустим в слове крыло или по крыше это вот крыть покрывать он пошел по этому пути но как я уже сказал разговор о внутренней форме продолжился потом это оказалась тема достаточно сложная я помню мы с Алешей Парщиковым на эту тему говорили и Парщиков не был любителем абстракции он довольно таки конкретные искал ответы на свои вопросы и тем не менее мы на чем-то остановились в попытках наших определить внутреннюю форму слова скорее на метафоре как на тебя кошка смотрит а ты смотришь ей в глаза и там видишь то что не можешь выразить в словах вот тогда мы сейчас может быть по-другому бы мы бы пошли но мне кажется что вот Бибихин например который пишет написал большое исследование о внутренней форме он пошел дальше он как раз говорит не о звуковом оформлении внешнем или метафорическом слова а как раз он пишет пишет о внутренней природе слова и внутренней его безграничности что я пытался показать показывая чертеж древа Сефирот поскольку это чертеж который говорит что в любой вещи и в любой ее даже самой малой части встроена вот это все древо Сефирот то есть любая вещь включая слово безгранична внутрь себя и вот это вот эта сторона и разговор о внутренней форме вот в этой конве для меня кажется куда более увлекательным нежели точное но ограничено материалистическое толкование этого понятия внутренней формы ответил на вашу вопрос да я поняла спасибо большое спасибо вам остальные стесняются а можно я вам тогда еще вопрос задам потому что очень давно об этом думаю Андрей Михайлович как вы думаете уже мне кажется любому нормальному человеку очевидно что эстетическое связано с этическим ну просто иначе это уже не работает вот такой вопрос если поэт как человек поступает плохо он страдает страдает ли его дар страдает ли его талант потому что я по своему опыту знаю что если у меня какой-то большой разлад причем сотворенный по моей вине то я начинаю продуцировать всякие скучные страдальческие стихи которые никому на самом деле не нужны у вас не так как у вас это вы знаете этим вопросом мучился Александр Путкин пока не требует поэтов священной жертвы Аполлона всех детей как там ничтожнее он да что заботы суетного света погружен заботы суетного света он малодушно ну лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется душа поэтов стрепенется словно испуганный орел та же самая тема соответствие дара божественного дара искусства мастерства и степени личности ставится в египетских ночах помните импровизатор приходит и Чарскому начинает импровизировать а кто такой импровизатор как личность совершенно ничтожный человек это ну жадный расчетливый корыстный а импровизирует божественные стихи и Пушкин в лице Чарского задает себе вопросом как так можно или гений злодейства не не совместно а понимаете такое количество заходов на эту тему говорит о том что Пушкина эта тема не просто интересовала она его мучила но что я могу здесь сказать по своему опыту и по своим наблюдениям не обязательно личность должна быть выдающейся для того чтобы человек писал великие стихи вот не обязательно а многие выдающиеся личности ничего хорошего не могли написать ни в каком из видов искусства ничего сотворить не могли но тем не менее коль скоро человек пишет стихи и у него явно присутствует талант к этому делу а иногда и больше чем талант то если он начинает совершать какие-то недостойные вещи по отношению к себе самому и не обращает и не обращает на это внимание его талант будет ограничиваться не сразу но постепенно он будет подтачиваться изнутри и в один прекрасный миг как дариан грей он вдруг увидит свое изображение как оно есть на самом деле он видит подтекст своих вещей как довольно таки страшный и ограниченный но если у человека есть способность быть наблюдателем видеть свои мотивы видеть свои корыстные ограниченные и несвободные поступки потому что что такое слабая личность это личность которая обусловлена которая обусловлена такими вещами тоже ограниченными как слава как деньги как престиж как страх чего-то потерять или страх чего-то недополучить живя в мире ограничений постоянно и не пытаясь из них вырваться из этой сети недостатков которые тебя тормозит качество будет падать и вот до какой-то степени мы видим что так блок угас что он восходил восходил каких-то немыслимых вершин но что у него в душе творились вещи о которых он крайне сожалел и о чем он писал молчите проклятые книги я вас не писал никогда да то есть это мои предположения я думаю что строгой закономерности здесь нет что будешь вести себя плохо или недостойно не напишешь хороших стихов так жестко вопрос не стоит но мне кажется что качество будет падать я думаю что если бы скажем евтушенко был нравственно более чистым человеком он бы написал вещи куда более мощные но что это был невероятно талантливый человек ну вот как вот так мне это видится здесь вопрос где у беньямина написано что взгляд вещи аура это взгляд вещи на себя вы знаете я сейчас на этот вопрос не отвечу поскольку я аурой у беньямина интересовался где-то лет 15 назад я тогда очень много его вещей на этот предмет просмотрел прочитал и я помню что это то что это у него есть это совершенно точно и я думаю что это место вы с помощью поисковика определите если вы вобьете в его какие-то тексты слова аура то ну вам просто потребуется несколько терпения для того чтобы это место найти она у нас этот текст у нас опубликован на русском я читал его на русском поэтому вы можете найти если это для вас важно через интернет ну что если вопросов сегодня больше нет то тогда давайте с вами встречаться через неделю спасибо всем кто меня слушал спасибо дорогие что вы интересуетесь этими вопросами зачастую довольно таки трудно формулируемыми и тем не менее вы двигаетесь туда в эти края где каких-то четких определителей может быть и не найти но если мы эти края не пройдем мы очень много потеряем своей жизни